всем привет 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 сегодня мы едем в небольшое такое путешествие по организационно документальным вопросам но мы едем в город лапинранта и мы хотим вместе с нашей поездкой показать вам что такое финские интер сити поезда что такое финские вокзалы ну и конечно же немножко покажем обзор по городу лапинранта тогда когда мы туда приедем ну а сейчас немножко покажу хельсинки central railway station внимание здание вокзала условно поделено на две части внутреннюю и внешнюю вот мы сейчас находимся на внешней части назовем это так откуда уходят и прибывают поезда вот мы видим есть большой экран с расписанием движения поездов такой же экран есть и внутри и я покажу попозже ну а вот непосредственно платформа не находится под вот такими вот интересными сводами ну то есть сразу попадаешь внутрь в здание вокзала само здание вокзала это известный известная памятка финского модерна его история началась в 1856 году и первое здание вокзала это было трехэтажное деревянное здание которое больше походило на финскую усадьбу но тогда население было всего около 20 тысяч человек и соответственно этого здания было достаточно но в течение времени это количество человек конечно же увеличивалось и в 1925 году здание было окончательно перестроена закончена и сдано скажем так эксплуатацию и действует она по сей день вот таким как никаким мы его видим то есть зданию вокзала почти сто лет вот хочу сказать пару слов про вот такие вот автоматы в них можно купить билеты на железнодорожные поезда это можно сделать на сайте вот и железной дороги vr или же вот в таких вот автоматах они есть внутри и снаружи для покупки билетов тут вводишь откуда куда и оплачиваешь карточкой и все электронный билет у тебя в телефоне из центрального вокзала также курсирует регулярные поезда в аэропорт которое время в дороге занимает около 30 минут до аэропорта также в здании есть метро которое можно в непосредственно попасть и здание вокзала это раута тиентори центральная железнодорожная площадь а тем временем подошел наш поезд мы уже погрузились вот так вот складываются коляски вот тут вот в полочках напомним и в поезде интер сити тут дезинфектор можно продезинфицировать ручки ну и пошли вовнутрь заходить кнопочка двери открываются и мы попадаем в вагон вот такой вот мягкий вагон просто сиденье просто вот ариэла ариэла привет ну и в общем вот как бы вот как бы и все ну вот такие вот столики да ну в общем то сидеть мягко удобно комфортно поезд едет очень быстро вот такие вот есть еще экраны вон наверху где можно смотреть какая скорость движения и вот можно еще ноутбук поставить телефон поставить на зарядку ну и пользоваться в дороге есть еще бесплатный вай фай в поезде ну в вагоне непосредственно вот на экранах мы наблюдаем скорость движения вот мы едем сейчас со скоростью 169 километров в час ну вот как-то так ариэла ты там выиграла уже в игру ясно туалет хочу показать вот она зеркало тут в туалете вот она я умывальник что тут еще туалет чисто ревизор ну вот в общем то и все туалетная бумага хочу показать вокзал мы прибыли в город лапинранта вот сзади отправляется наш поезд мы приехали город лапинранта показываю вокзал ну конечно это не здание хельсинки central railway station а ну на в разы поменьше скажем так ну вот такая вот маленький маленький домик но видимо тоже очень старинный очень с давних времен тут стоит ну и вот в общем то и все пути и домик и пошли в город город лапинранта был основан в семнадцатом веке королева швеции город находится очень близко с границей россии и по сути если смотреть на историю то более ста лет он находился этот город находился под российским правительством то есть это была российская территория и по сей день здесь очень очень много можно встретить русских которые здесь уже проживают давно как говорится поколениями сейчас мы вот находимся я так понимаю в центре города это тотальный шоппинг шоппинг центр шоппинг центр можно купить что угодно и в любом количестве скажем так на сегодняшний день еще хочу сказать что лапинранта это второй город по посещению туристов в финляндии после хельсинки конечно же это туристический город на берегу озеро саймы которое мы уже с вами видели это самое большое озеро в финляндии и четвертое по величине озеро в европе честно говоря я туда не дошла сегодня потому что стал подниматься очень порывистый ветер и ну как-то на воду выходить совсем не захотелось еще как еще как выяснилось лапинранта на сегодняшний день это новатор в сфере возобновляемых источников энергии также это центр исследований и инноваций кому интересно волкам на сегодняшний день население города составляет около 72 тысячи жителей ну и вот опять шоппинг-центры 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 вот эта городская площадь такая вот большая ну и тут опять-таки шоппинг-центр кинотеатр и лапинрантовский театр очень известный но он сейчас к сожалению на карантине мы только можем посмотреть вот ну и давайте зайдем наверное в шоппинг-центр посмотрим может быть есть там что-то все-таки интерес интерес интересная достопримечательность шоппинг-центр это вот такое вот колесо выбора куда же пойти в какой магазине куда мы сегодня пойдем итак нам выпала котти пицца мы идем в котти пиццу также лапинранта известны своим лапинрантским технологическим университетом поэтому это еще очень большой студенческий город ну а наша поездка подошла к концу мы возвращаемся в хельсинки всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем удачи всем пока 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 пока